Хорошо, тогда же я пишу чик, а просто щик. И то, и другое может означать, вы так и не сказали, что... Чик может быть уменьшительный ласкательный. Чик может быть уменьшительный, это где? А зайчик, огурчик зайчик. Зайчик там, извините, ик. А, да. Агурчик. И огурчик там ик. Значит, уменьшительный ласкательный, это все где ик. Да. Или к просто. Да. А вот чик и щик, что они означают? Ну, название. Название. Название профессии. Рог занятий. Разносчик. Перевлетчик. Извозчик. Извозчик. Правда? Супер-паймчик. Чик и щик. И отчасти ник. Обозначают прежде всего некие роды занятий. Роды занятий. Типа сыщика. Извозчика. Давайте подумаем. Где, когда, что пишется. Суффикс чик. Пишется, если основа заканчивается. На. Определенное согласие. Та. Та. Са. З. З. Не трудно догадаться. Ж. Еще. Ручек. Ручек. И на самом деле еще одна. Суффикс чик. Ж. Ручек. Перебежчик. Что? Перебежчик. Тот, кто перебежал во время войны с одной стороны на другую. Это предатель. Перебежчик. Это предатель. Предатель. Можно его назвать за предателем, а можно за перебежчиком. Перебежчик. Перебежчик. Да. Если нам встретились какие-то другие согласные, мы пишем щик. Щик. И у нас таких случаев, честно говоря, довольно мало. Ну, скажем, человек, который занимается брильянтами. Что? Брильянтами. Брильянтами. А может погранивает. Незначей. А может быть назначей. А может быть юбилитер. А давайте сутим щик. Брильянтщик. Брильянтщик. Или человек, помните, у нас был ростовщик. Ростовщик. Бередовщик. Ростовщик. Гробовщик. Который брал что-то в рост. Гробовщик. Согласен. Который занимается гробами. Какой-нибудь проценщик. 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 Владимир Владимирович. Это сигнольное слово. Слово ростовщик. Проценщик. Он берет. Он берет деньги, он проценты. Уборщик. 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 Да. Тот, кто сервирует что-нибудь. Сервировщик. Сервировщик. Согласен. Автомойщик. Мойщик. Мойщик. Охранниче. Автомойщик. Охранниче. Это как-то слишком. У нас не бывает охранничечек. Охранничек. Охранник. Правда? Да, просто ик. Нормально. Значит, ик тоже может обозначать профессион. Итак, что же это может обозначать? Итак, давайте посмотрим на значения субтитров. Они действительно очень часто обоничны. Я пишу пока значения. Первая у нас будет уменьшительность. Ну, сколько можно вспомнить и ласкать. Третья у нас с вами будет, это некий конкретный предмет. Причем, смотрите, не уменьшительный, да? Не маленький. Обычный. Обычный конкретный предмет, который мы видим перед глазами. Какое? Я попрошу вас сейчас. Держа в голове рука на один на три. Распределить некие слова по трех столбикам. Значения вы видите на доске. Всегда там то ли чик, то ли еще что-нибудь похожее. А как предмет, это какой? Как предмет, тот же самый. Чик или щик. А может быть даже некий. Например, чайник. Страмоти чайника и разбойника. Разбойник это скорее род занятий. Да, он занимается разбойником. Итак, уменьшительность, маленький предмет род занятий. Профессия. Тень как может быть профессия, но разбойник это вряд ли профессия. Профессия разбойника. А банды это что-то такое? Ну, очень просто сравнить, да? Учитель это профессия, да? Да. Скорее, скажем, родитель это не профессия. Это род занятий. Да, возможно. Это действительно род занятий. Человек кого-то родил, значит, он родился. А учитель это... Так, мы с офицем 7 сейчас даже из анимации распределяем. Костюмчик. Костюмчик. Щечек. Щечек. А в смысле слова нет? Как правило, в смысле предмет. Щечек вложи? Да. Как правило, в смысле предмет. В смысле человек это слово употребляется очень редко. Очень редко. Подписчик. Кто? Подписчик. Подписчик. Ну ладно. Погрузчик. Ой, в реаке от слова пища. Подписчик. А, не шанс. Погрузчик. Можно упростить за это что? Автопогрузчик. Тогда все просто. Нет, давай погрузчик. Я уже написала. Погрузчик. А. Можно автопогрузчик. А что ты не хочешь? Плючик. Да, плетчик. Плючик. Плючик. Передатчик. Передатчик. Передатчик, который передает или который? Я думаю, что где-то все надеет. Плючик. Передатчик, это маленькая передатчик? Нет. Передатчик. Вот займем. Это тот, кто передает? Да. Ну, как можно заметить. Передатчик. Наверное, да. На спутник. Или тот, который? Передатчик. Отлично. Конечно, не некий предмет. Передатчик. Да, а я буду с ним. Спасибо. С его помощью вы передаете что-нибудь друг другу. Передатчик. Заказчик. Заказчик. Стаканчик. 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 Разведчик. Колокольчик. Колокольчик. Барабанщик. Барабанщик. А теперь будет очень похожее слово. Барабанщик. Первое было барабанщик. А теперь будет барабанщик. Барабанщик. Зачинщик. 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 И последнее словечко будет ящик. Ящик. Давайте смотреть. Давайте начнемся снова. Ящик. Походят? Ящик? Нет. Это род занятий? Да, конкретный. Ящик род занятий? Нет. Это конкретный предмет, согласен. Но там корень нет. Суфикса нет. Ящик корень нет. Ящик корень ящик. Конечно. Суфикса там нет вообще. Оооо. Ящик? Ящик. От слова ящик. Это же не от слова ящик. Или ящик сам. Как? Никакой смысловой связи здесь нет. Удают стаканы что ли? Нет. Маленький стакан, да? Стаканчик. Коврогольчик. Барабанщик. Барабанщик. Маленький аспектчик. Он что делает? Он все разведывает. Нет. Значит корень или ветры. Конечно. Значит корень или ветры. Это похоже на разметчик. Разметчик. Чик.